Зампред правительства Людмила Дмитриева с рабочим визитом посетила предприятие Стандарт Пласт в Наволоках. Этот моногород в прошлом году стал территорией поряжающего социально-экономического развития, где действует особый правовой режим для ведения предпринимательской деятельности. Стандарт Пласт – резидент ТОСЭР. По счету, это их пятая площадка в регионе. Линию установили и запустили буквально за несколько месяцев. Сюда привела острая нехватка помещений и рабочих рук. Ну и, безусловно, то, что называется преференция. Это льготы по налогам, по начислениям на зарплату, по налогам на прибыль и возможность взять кредит с практически нулевой ставкой. Правда, мы еще его не взяли, но надеемся. Мы сюда инвестировали 20 миллионов, еще до конца года 30-40. Вот все это место, оно будет занято оборудованием, оно будет работать. Стандарт Пласт выпускает для автомобильной промышленности материалы, способные поглощать и рассеивать различные шумы и вибрации. На месте этой разрухи скоро будет участок подготовки полного цикла производства сырья и его переработки. Сейчас материал привозят с Лежневской площадки. На новой линии в две смены работают 60 сотрудников. Все это новые рабочие места. Как раз на тот момент я находился в активном поиске работы и нашел случайно в интернете. Позвонил, пригласили на собеседование, пришел и все нормально. Съездили в Лежнево, получились, теперь работаем тут. Плюсы ТАССР очевидны, льготные условия для инвесторов. Из минусов отсутствие готовых комфортных площадок. При этом, в чем мы сейчас видим для себя главную задачу, это подготовить участки с готовой инфраструктурой, подвести инфраструктуру, чтобы у инвесторов был очень быстрый вход. Ну вот вы видите, что предприятие Стандартфласт очень быстро развернуло здесь производственные мощности. Почему? Потому что использовали уже готовый цех с инфраструктурой. И наша сейчас задача – максимальное количество земельных участков здесь в Наволках подготовить под быстрый заход инвесторов. По сути, речь идет об индустриальном парке. У руководства Кенишемского района есть предложение, где его можно разместить, не выходя за границы, территорию опережающего развития. Площадка, которую мы изначально смотрели как индустриальный парк, черти города Наволки, земная промышленность. Здесь у нас 24 гектара в земных промышленностях. Либо коричневая площадка, это уже не Гринфилд, здесь чисто Гринфилд, здесь Браунфилд. Это воинская часть. На сегодняшний день рассматриваются вопросы передачи юрист федеральной собственности в муниципальную. Оба варианта имеют место быть, как одновременно, так и параллельно. Сейчас в числе резидентов ТАСЭР помимо Стандартпласта еще двое – Нафтекс и техоснастка. Ивановская область направила заявку в Минэкономразвитие с просьбой расширить перечень видов экономической деятельности, которая может работать в рамках ТАСЭР. В случае положительного решения, как минимум семь инвесторов, которые сейчас не подходят по критериям, готовы расположить свое производство в Наволоках. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Кенишемский район.